физкульт привет друзья и ученики вы не раз уже спрашиваете меня как я отношусь к кросс фиту к протоколу табата и несмотря на то что я уже очень много раз говорил о том что любое занятие когда вы выполняете одно силовое упражнение силовое движение подход за подходом без интервалов на восстановление на отдых минимум в 20-30 секунд это не здоровье и больше того это вред я с уважением отношусь к тем кто занимается кросс фитом если вы выбрали для себя этот путь пожалуйста идите по этому пути если вам нравится если у вас лежит к этому душа и сердце но для простого обывателя необходимо доносить информацию необходимо доносить правду и сегодня мы с вами поговорим вообще что такое кросс фит почему он вреден где он зародился как он зародился и для чего он зародился сделаю сразу же маленькую пометочку что если вы добавите эти самые промежутки отдыха между подходами и упражнениями то действительно это будет идти на пользу естественно при условии что вы выполняете технически грамотно то или иное движение на самом деле к сожалению единицы таких тренеров и залов где человека который приходит на тренировки в кросс фит с нуля практически таких большинство обучают последовательно техники выполнения приседаний тяг толчков рывков подтягиваний отжимания от брусьев таким тренерам респект потому что это действительно самые лучшие упражнения базовые упражнения с помощью которых действительно при грамотной технике и соответствующем питании вы будете получать результаты особенно в избавлении от лишних килограммов но друзья если вы приходите в залы которых 90 процентов где вас сразу же практически с первых дней грузят протоколами то вы попали в ад и скоро там окажетесь в прямом и переносном смысле занятия по такому принципу реально вредны и не просто вредны вашему здоровью это может привести вас даже к смерти к летальному исходу о чем вы можете посмотреть в интернете если конечно вам интересно многое удаляется но многое остается и именно кросс фит сейчас лидер смертности не один бодибилдер профессиональный бодибилдер тренирующийся использующий естественно фармакологию не подвергает себя такому смертельному риску как человек занимающийся кросс фитом и об этом было на официальном сайте рибок сейчас я не знаю возможно это висит до сих пор во первых вы увеличиваете левый желудочек и увеличившись он уже обратно не вернется чем это чревато если вы всю жизнь будете давать себе такие нагрузки а поверьте я тренируюсь уже почти 30 лет и за это время со мной тысячи людей начинали заниматься максимум два года кто выдерживал все где эти люди и где гарантия что ты человек который смотришь сейчас это видео и хотящий заняться кросс фитом выдержишь даже пару месяцев год два пять десять а будешь ли ты заниматься всю жизнь нет не будешь и это сердце даст о себе знать проблемы начнутся и очень серьезные конечно от этого вы не умрете но есть другая причина от которой вы получите как минимум инвалидность или ляжете в гроб когда вы тренируетесь подобным образом выполняя серьезные силовые движения одно за другим без отдыха на протяжении большого отрезка времени вы создаете у себя в организме такую ситуацию при которой мышечные волокна могут отрываться попадать в кровоток и с кровотоком попадать в наши почки что будет из-за этого из-за этого будут серьезные проблемы многие люди из-за этого умирают вот почему нужно говорить и объяснять что есть кросс фит когда я рассказываю об этом многим даже своим знакомым друзьям мне говорят что да либо для нас не авторитет что ты приводишь ребят в пример мне становится просто смешно люди даже не понимают что именно рыбок является отцом и матерью кроссфита вы видите какая дурость сейчас строй творится в фитнес индустрии почему да потому что фитнес индустрия это бизнес индустрия зародилась она здесь штатах я снимаю этот ролик в америке и естественно что в первую очередь люди которые вкладывают деньги в тот или иной бизнес повторяю что фитнес индустрия это такой же бизнес серьезный деньги вкладываются серьезные естественно стоит задача как можно быстрее вернуть вложенный капитал а потом получать прибыль никого не интересует друзья ваше здоровье ваши результаты ваши цели задачи вообще в принципе что вы хотите это никого не волнует волнует только как посадить вас на иглу постоянных оплат постоянных оплат в плане персонального тренинга конечно же это все сейчас возведено в абсолют маразм куча тренажеров кардио тренажеров которые вообще не дают никакой пользы вам разве что самоудовлетворение что вы действительно занимаетесь какой-то физкультурой спортом да нужно делать различие между физкультурой и спортом люди которые приходят в тренажерные залы которые приходят заниматься кроссфитом в 90 процентов случаев как минимум а то и во всех девяносто девяти процентах это физкультурники которые хотят заниматься именно ради здоровья ради того чтобы хорошо себя чувствовать убрать лишний вес возможно немножечко подкачаться но это ничего не имеется спортом ибо спорт любой спорт калечит спорт и здоровье между ними нет знака равенства наоборот любой спорт обязательно приведет вас к каким-то серьезным проблемам но если вы смотрите на бодибилдеров на мэнс физиков на бикинисток и тренируетесь с отягощениями в тренажерных залах неважно вы все равно занимаетесь по большей мере физкультурой физической культурой даете себе нагрузку но когда вы приходите в кроссфит зал за здоровьем вы занимаетесь спортом потому что протоколы кроссфитовские которые вам необходимо выполнять на время на результат это результат что такое спор спорта это достижение определенных показателей и когда вы реально вот так занимаетесь на результат не думайте о вашем здоровье почему вся вот эта вот ерунда идет из америки потому что она всегда здесь зарождалась и потом распространяется но есть еще информация которую я уверен мало кто из вас знает но опять таки она есть свободном доступе не просите меня давать вам ссылки в описании или что-то еще кому нужно тот найдет ссылки дают на других видеоканалах так вот друзья весь смысл в том что если взять все население планеты которая тренируется это такой мизерный процент что вы просто обалдеете даже 5 процентов нет понимаете насколько узко мало наша субкультура конечно нам кажется что все каждый второй занимается но это неправда а вот еще другая статистика которую вы наверняка не знали но если поищите найдете она меня тоже сильно удивило есть определенное количество людей которые тренируются на всем земном шаре возьмем это за сто процентов как вы думаете сколько людей от этого процента тренируется в америке вы будете шокированы это почти 70 процентов то есть 70 процентов населения планеты которые тренируются живут проживают на территории соединенных штатов америки и вы еще задаетесь вопросом почему все что связано вот с этой фитнес бизнес индустрии зарождается и вытекает от суда из америки растекаясь по всему другому земному шару я думаю что здравомыслящий человек понимает почему так вот когда перед рибоком стал вопрос о бизнесе а вы видите какая сейчас конкуренция между найком рибоком андер армор тот же сейчас очень идет жесткая конкуренция за привлечение клиентов у найка есть джордан у андер армор есть скала джонс и рибок вложила огромную сумму